Всем огромный привет и рада приветствовать вас на канале Ванила Мария. Напомню, что мой никнейм пишется с тремя буквами L и без пробела. А сегодня видео будет о покупках люксовой косметики. Я вам расскажу, что за последнее время я покупала. Для поклонниц бюджетной косметики у меня тоже есть хорошие новости. Относительно недавно на моем канале вышел большой обзор косметики Maybelline со всеми последними новинками, которые вышли в России. Здесь будет ссылка на это видео, обязательно посмотрите. И также очень скоро выйдет видео о косметике L'Oreal тоже со всеми новинками, которые я приобретала, расскажу вам мнение о них. А сегодняшнее видео будет о палетке от марки Tarte, Tartelette 2 in Bloom. Также расскажу о своем новом парфюме от Guerlain и других очень классных продуктов. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. Начать мне, конечно же, хотелось бы со своей звезды просто коллекции, звезды этого видео. Это палетка Tartelette in Bloom от марки Tarte. Tarte это американская марка, знаменита она прежде всего тем, что у них для такого качества пигментации, для такого качества теней, у них натуральный состав, который не содержит СЛС, который не содержит минеральных масел, не содержит парабенов. Парабены это консерванты, которые вызывают, многие из них вызывают раковые опухоли. Также не содержит фталаты и другие вредные компоненты. Также для меня лично огромный плюс, что данная марка не тестируется на животных. Я уже говорила, для меня это не является критичным каким-то показателем, тестирует на животных марка свою продукцию или нет. Но если будут две марки на выбор, но одна из них не тестирует свою продукцию на животных, то я выберу именно эту марку, потому что в общем и целом я против тестирования продуктов косметических на животных. Я считаю, что это дико, не цивилизованно, и надо от этого отказываться. Так вот, Tarte как раз-таки та марка, которая не тестирует свою продукцию на животных. И, собственно, почему я и среди палеток, которые сейчас есть на рынке, я и присмотрелась именно к этой палетке. Палетка In Bloom, это вторая версия, она более теплая, в общем и целом она более теплая, чем первая их версия палетки. Здесь также есть три оттенка, точнее два оттенка, они более сатиновые, один оттенок он шиммерный. Отдельно я, конечно же, сделаю для вас обзор на эту палетку, покажу макияж с этой палеткой, потому что реально это бестселлер на YouTube, это стоит того, чтобы о ней поговорить отдельно, выделить для нее отдельно 10-15 минут, чтобы показать все свочи, потому что оттенки просто шикарные, они очень хорошо пигментированные, они потрясающие, просто подобранные, они очень красивые. Это, кстати, классные оттенки на осень, поэтому, девчонки, кто еще не выбрал себе какую-то новую палетку теней, то обязательно присмотритесь. Обязательно оставлю ссылку на тот интернет-магазин, где я покупала эту палетку. Я покупала в Санкт-Петербурге, в нас в Санкт-Петербурге они и располагаются, можно забрать самовывозом, можно, по-моему, за 350 рублей получить это все курьером. Палетка обалденная, у нее потрясающий сладкий запах, он не такой навязчивый, как у палеток Chocolate Bar от Too Faced. Я не знаю, все тащатся от этого аромата у меня, к сожалению, он прям слишком насыщенный для меня. Также, конечно же, у нее потрясающее оформление, мне безумно понравилось оформление, и это как бы один из факторов был, почему я выбрала тоже эту палетку. Кроме того, здесь большое зеркало, очень качественно, удобно использовать для макияжа, поэтому в ближайшее время ждите отдельный обзор, рассказ об этой палетке, со всеми свочами, со всем остальным, но я в восторге от пигментации, я в восторге от всех оттенков, я в общем-то в восторге, я думаю, что это будет просто мастхевная палетка для меня этой осенью. Следующий продукт тоже мастхев для меня, я покупаю это тональное средство уже второй раз, это Guerlain серия Meteorite, это тональный флит Baby Glow, здесь SPF 25. У меня есть полноценный тест-драйв этого тонального крема, делала прошлым летом, ссылка будет наверху на это видео, этот тест-драйв. Вы можете представить, что в общем-то это единственное тональное средство, которое я повторяла за всю историю не только ведения моего канала, а в принципе, сколько я пользуюсь косметикой, это единственное средство, которое, единственное тональное средство, которое я купила второй раз. Обалденный продукт, он действительно просто мастхевный для меня на лето, мне очень нравится, он дает как раз-таки лицу тот самый пресловутый эффект фотошопа, оно очень легкое, оно идеально сливается с тоном вашей кожи, и оно сразу же мгновенно дает вам эффект отдохнувшего лица, сразу убирается какая-то вот серость лица, лицо очень красиво выглядит именно с этим тональным кремом, мне безумно нравится, в общем, все остальное в обзоре, я просто решила показать, еще раз напомнить о таком крутом продукте. И еще один продукт, который я тоже в этом году обновила в своей косметичке, он также для меня просто мастхев, это Shiseido Sheer Eye Zone Corrector, это консилер для области вокруг глаз от Shiseido, у меня 102 оттенок, кстати говоря, Guerlain у меня в четвертом оттенке, но несмотря на то, что он такой темный, он идеально подстраивается под тон моей кожи, я достаточно загорела летом, поэтому он просто идеально подстраивается, и подстраивается идеально, он не только в конце лета, когда я уже так хорошо загорела, но и в общем-то, когда я практически еще весной его носила, он идеально тоже смотрелся на лице, он давал, конечно, легкий эффект загара, но это абсолютно никак не портило мое лицо, мой макияж, и круто-круто смотрелось. Что касается консилера, этот продукт я покупала уже третий раз, но третий раз я его уже купила случайно, просто потому что я уже целенаправленно решила попробовать что-то другое, я выбрала себе BB консилер от Estee Lauder, кстати, кто пробовал BB консилер, обязательно напишите мне в комментариях свое мнение об этом продукте, стоит он вообще своих денег, стоит ли обратить на него внимание, вот, я, в общем-то, пошла за ним, но его в магазине не было, и выбор мой был крайне ограничен, я решила все-таки, ну, значит, не судьба, значит, я опять возьму то, что проверено мной уже не первый год, обалденный консилер, во-первых, самое, что главное, он очень тонко ложится, его не видно на области вокруг глаз, он не сушит область вокруг глаз, он очень хорошо себя ведет, не забивается в складочки, его можно наслаивать, его можно обновить в конце дня, если вам кажется, что он как-то уже не полностью закрывает все ваши синячки под глазами, все-таки макияж у нас, он держится какие-то все-таки часы определенные, ограниченные, если вы в 8 утра нанесли свой макияж, то в 6 часов вечера, возможно, уже нужно что-то будет подкорректировать, как раз-таки он идеально ложится и вторым слоем, можно не смывая макияж, обновить его, освежить, здесь вот этот 102 оттенок, он универсальный, потому что он не смотрится светло-белым пятном, в сочетании даже вот с таким темным, тональным средством, он у меня идеально подходит и на лето, и на зиму, супер-супер корректор, очень мне нравится. Следующий продукт, это база, тоже знаменитая, нашумевшая база от Clorans, это Eclat Minut, 0,1 оттенок, Rose, Eclat Minut, правильно, наверное, Eclat Minut, в общем, все поняли, что это за база, мне она понравилась, потому что она действительно дает очень красивый розовый потон, выравнивает цвет кожи, макияж с ней держится, не скажу, что дольше, за счет того, что она все-таки увлажняющая база, но при этом, сама кожа чувствует себя лучше, я летом не особо часто использовала, конечно, эту базу, я оставила ее себе на осень, и кажется, на осень, на зиму, это будет просто идеальный продукт, потому что любой тональный крем будет ложиться просто шикарно, и ваша кожа будет защищена и увлажнена весь день, поэтому тональный, конечно, на нее ложится намного лучше, потому что кожа у вас уже выровнена, у вас кожа уже более ровная по тону, она уже более здоровая, и поэтому тональный крем уже как бы пол-дела сделано, но я все-таки советую не на лето, особенно если у вас жарко, все-таки на Питерской это лето, как бы там вообще без разницы, что наносить на кожу, у нас лета не было, там плюс 15, у вас любая косметика будет спокойно держаться, но если у вас жарко, все-таки, наверное, эту базу бы я не советовала, но на осень, на зиму, я думаю, что это вообще идеальная база, как раз-таки на каждый день, чтобы кожа чувствовала себя максимально комфортно, при этом она хорошо смотрелась, и чтобы тональный работал лучше, более ровный цвет, от лица был, я думаю, эта база будет как раз-таки очень хорошим вариантом, еще один мастхевный продукт от меня, от Clorance, это тоже Clermenude, это восьмой оттенок у меня, блеска бальзама, я также недавно вам его уже показывала, видео о бальзамах, если вы не видели видео о моих бальзамах, то ссылка будет также наверху, я сегодня столько ссылок вам накидываю, что просто я не знаю, когда вы все это будете смотреть, так вот, это просто лучший бальзам, который для меня существует, у меня он в таком вот оттенке, сейчас покажу, соч, в ягодном, таком достаточно ярком оттенке, он очень хорошо ухаживает за губами, он хорошо выравнивает кожу губ, он увлажняет, он питает, он классно смотрится, вот этот конкретный оттенок, когда они вообще все настолько подобраны, что они дают легкий полутон, это вот, наверное, самый-самый яркий оттенок все-таки, который дает такой хороший ягодный оттенок губам, все остальные все-таки полутонами как-то, но круто смотрятся на губах, в любом случае, они дают дополнительный объем губам, они увлажняют губы, преображают губы, и с этими блесками можно и вечером куда-то выйти, и они очень хорошо ухаживают за губами, это просто на осенне-зимний период лучший блеск, который я себе могу представить, мне он очень сильно нравится, и всем я вам также советую этот блеск, в восьмом оттенке, вот он такой яркий, я думаю, актуально будет как раз-таки на будущий сезон, еще один продукт от Shiseido, это их карандаш для глаз, тоже достаточно популярный продукт в интернете, много отзывов, я читала об этом карандаше, мне он понравился, несмотря на то, что он достаточно твердый, вот он здесь у меня, мне понравился его оттенок, потому что он такой пепельный, у меня 600 BR602 Deep Brown, он достаточно твердый, он чем-то даже мне напоминает Colorance, их новые карандаши, которые не ругал только ленивый, потому что они очень твердые, очень плохо рисуют, и вообще непонятно, зачем марка Colorance их выпустила, здесь он твердый, но при этом все-таки он дает достаточно плотный, хороший оттенок, он не течет, он очень стойкий, то есть, если вы его нанесли на свою кожу, то вечером у вас все будет в идеальном состоянии, за счет вот как раз-таки такой плотности своей, за счет того, что он такой твердый, он, наверное, поэтому такой стойкий, он дает все-таки насыщенный, хороший цвет, и как раз-таки рекомендую девчонкам, тоже с темными волосами, брюнеткам, он очень хорошего оттенка, это самый правильный оттенок, который я встречала, наверное, за всю свою историю, использование карандашей для бровей, использование всевозможных продуктов для бровей, это самый правильный оттенок для брюнетки, он холодный, он не серый, он не коричневый, при этом он дает именно натуральный эффект бровей, то есть, какие у вас, собственно, были бы брови от природы, такого оттенка они будут с этим карандашом, потрясающий карандаш, мне безумно-безумно он нравится, он очень стойкий, но с ним приходится повозиться за счет того, что он достаточно твердый, и брови нужно все-таки вот волосковой технике прорисовывать, но в общем и целом, просто крутой карандаш, обязательно присмотрите, следующий продукт от Estee Lauder, это их новая тушь, относительно новая, она вышла там год или два назад, Sam's Infinite, одна с силиконовой кисточкой, с одной стороны у этой кисточки ворсинки более длинные, с другой стороны более короткие, я эту тушь, я не скажу, что я совсем ее не поняла, но в общем я ее, я не поняла всех восторгов по поводу этой туши, мне не совсем понравилось, если тушь стоит 1700 рублей, мне кажется, она должна красить ресницы сама, но нет, во-первых, если вы хотите дневные красивые разделенные реснички, которые так вот как-то веером, такие пушистенькие, нет, это не этот вариант, это вариант исключительно вечерний, и такой вот жирный моделирующий туши, вот из аналогов таких распространенных, это эффект накладных ресниц от Yves Saint Laurent, это вот по текстуре то же самое примерно, то есть она очень плотная, очень жирная, ей легко моделировать реснички куда угодно, но это только вечерний вариант, под стрелки, под тяжелые смоки, потому что днем это будет выглядеть нелепо, и также с этой тушью нужно повозиться, чтобы не было каких-то вот комочков, еще чего-то в этом роде, нужно прочесать реснички, в общем, тушь, к сожалению, за свои деньги она очень капризная, с ней можно красивые реснички создать именно вечерние, но приходится провозиться, как они сами позиционируют, что это длинные, пушистые, объемные, разделенные ресницы, нет, это первая силиконовая кисточка в моем арсенале, с которой этого нереально создать, нереально сделать красивые разделенные ресницы, парик туши у меня шла мини-версия, их тоже новинки относительно недавней, это помады Envy, у меня оттенок 340 Envy, это их моделирующая помада, как они ее называют, у меня вот этот вот Envy, это классический красный оттенок, вот swatch, это как раз таки та помада, которая у меня была на губах на выпускном, очень красивый оттенок, и как раз таки их заявление о том, что это моделирующая помада, ну здесь я не могу поспорить, потому что помада дает дополнительный объем губам, помада никуда не течет, ее можно нанести спокойно без карандаша, она как будто бы наполняет ваш контур губ изнутри, то есть когда вы наносите вот этот контур, он как будто бы становится объемнее, хотя вы вроде бы линию ведете по своему контуру, в общем губы с ней получаются просто фантастически красивые, как раз таки вот с этим продуктом, не нужно никаких танцев с бубном, у вас в любом случае будут просто губы с красной дорожки, как будто вам самый крутой визажист мира рисовал эти красные губы, единственное, что подкорректировать, конечно, консилером вокруг по контуру, да, это не помешает никогда с красной помадой, и, конечно же, поддержать идеальным тоном лица, но в любом случае помада крутая, шикарная, и как раз таки вот в этом случае, Estee Lauder Bravo, эта помада стоит тех денег, которые вы за нее просите, в отличие от вашей предыдущей туши. Последний продукт на сегодня, аллилуйя, это видео подходит к концу, это Chalimar, их обновленная версия, более легкая, Saffel de Parfum или Saffel de Parfum, я не знаю, мой французский, он просто как бы умер, не успев как бы родиться, в моем конкретно лингвистическом, собственно, как сказать, увлечении или еще как-то. Ладно, не суть, с французским у меня все плохо, но я обещаю справиться. В общем, обязательно оставлю вам ссылку на Fragnatic, именно на эту версию, это не лимитка, это именно их постоянная версия, появилась она только этим летом у нас в Питере, я сразу ее и схватила, точнее, она появилась в мае у нас, я ее взяла, по-моему, на день рождения города, 27 мая я заказала ее. Это как раз таки очень крутая версия, вот это как раз таки тот Шалемар, который, мне кажется, полюбят многие, потому что их классическая версия, она, к счастью или к сожалению, ее не все любят, поэтому я с ней хожу радостно и весело осень и зиму, и являюсь просто, собственно, в едином экземпляре обычно в любом обществе с этим парфюмом, в отличие от всевозможных там императриц и всего прочего, что девчонки носят и зимой, и летом, и к джинсам, и к вечернему платью, и что называется и в Первый мир, и в Доброй Люде, и как угодно. Как раз таки Дон Герлен это не тот, это не те ароматы, которые реально и с джинсами, и с платьями, и со всем чем можно. Что касается конкретно вот данного парфюма, он мне очень понравился за счет того, что у него какая-то вот эта свежая нотка, она все равно замешана с такой дымной ванилью. Я, к сожалению, не любитель описывать ароматы, и я не умею этого делать, но как раз таки этот аромат, это аромат отдыха, отдыха где-нибудь на белом песке с пальмами, это какой-то вот прилив с океана. Вот такие эмоции, вот такие картинки рисуются в моем сознании, когда я чувствую этот аромат. Он очень нежный для шалемара, шалемар. Это очень нежная версия, очень такая тонкая, филигранная. Она у меня даже ассоциируется с какой-то тканью типа органзы. Возможно, если вы не любите классические шалемары, особенно вот саму-саму вот эту вот классику, скажем так, если вы любите что-то полегче, попробуйте, посмотрите. Возможно, для вас это будет то, что нужно. Безумно понравился. Я просто в восторге носила его все лето, окружала себя вот этим вот... Вот этим вот ощущением отпуска, которого у меня этим летом не было. Но в любом случае, обязательно зайдите и посмотрите в Ревгош или... В Ревгош, он у нас представлен в Ревгоше. Обязательно посмотрите этот аромат. Возможно, возможно, он вас зацепит, как и меня. И это все на сегодня. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Обязательно напишите мне про Эстелаудер, про который я вас спрашивала, консилия. Также напишите мне, пожалуйста, пробовали ли вы тушь Самчес Инфинит. И если вы нашли секрет, как все-таки ей красить ресницы наиболее как бы удобоваримо, то обязательно тоже пишите в комментариях. И все. Всех вас люблю. Целую. До скорых встреч в следующих видео. Пока-пока.